здрасте дорогие друзья продолжением посылка номер два это из сиэтла обычные оттуда заказываю орхидеи и они приходят всегда если заказывают цветоносом то они приходят со сломанным цветоносом здесь я не помню что я заказала я знаю что что-то будет цветоносом белтонидиум заказала здесь такой бело-красный это все что я помню но там четыре растения и одно или два должны быть цветоносами скорее всего будут со сломанными давайте открывать ван 4 помню что 4 видите точно помню не забыла что заказала и здесь у меня даже есть бумага я вспомнила здесь зигапиталом черный и мелтонидиум барклей шварц и целогина юситана я всегда хотела ее вывести и холка глоссом в нги ай одна природа короче два природных два гибрида до предыдущая посылка я там знала что придет и в каком состоянии там я растение выбирала по их фотографиям когда выбираю в теплице в сиэтле у них большой сайт там сплошная замануха и фотки с интернета можно сказать с википедии на картинке цветущий куст а в реальности ой не может быть не может быть смотрите бутон отвалился но как всегда как всегда вот он сломанный цветонос ну вот вроде бы пакуют посмотрите сколько бумаги нарезанной и даже вот эту вот ватку уложили бульба крепкая вот обкрутили этой ваткой цветонос привязали даже вот к палочке чтобы он не болтался а толку мало и так каждый раз гибрид между чем пин джак или марионетка на засти кайло на пикантную кайлу цветонос вот сколько было бы на нем цветов вот отсюда отвалился тот бутон и остается у меня один до заплатила 30 баксов и за что на меня кира из калифорнии говорит ну чего ты у них заказываешь вот каждый раз плачешься и снова заказываешь да вот он жалко один растение цветоносом стоит дороже чем без него ну вот платишь за цветущие получаешь просто ботву ну ладно растение вроде бы крепкая здоровая мощная цветонос и придется наращивать теперь только месяцев через 10-12 я могу получить следующий раз это растение заказала сразу после того как увидела цветущий совершенно черный зигопиталум у нас в клубе у него яркая фиолетовая губа и очень черные лепестки действительно и чего я у них заказываю каждый раз у меня разочарование помню совсем недавно я получила от них психопсис вот кадр из весеннего ролика в руке держу со сломанным цветоносом платила за цветущие а вот здесь посмотрите год назад сломанный цветонос на башмачке а вот тут два года назад в руках держу сломанный цветонос от дендрофаленопсиса так ладно берем себя в руки двигаемся дальше это природный холкоглоссум ванги ай растение из азии родом смотрите как она прекрасно цветет не помню есть аромат или нет вот эта картинка как раз с сайта сиэтла на которую я и запала сейчас раскроем и посмотрим они обещали взрослый размер цветения так ой а где же орхидеи то орхидеи в воду до в горшке взрослый размер цветения 20 долларов за него я заплатила божь ты мой холкоглоссум у нас называют орхидея с листьями иголками как у сосны а уход как завандовыми до два растения из четырех раскрыты снова разочарование а not happy про холкоглоссум я читала он легкий в уходе мне он срочно понадобился когда я его увидела у димы на канале из германии читала что у него цветонос только растет 6 месяцев да кстати вот это мелтонидиум и он тоже должен быть цветущим бартли шварц он посмотрите ну что это такое опять из горшка он вываливается даже лента его не упаковали не закрепили вот так вот вся кора вывалилась ну по крайней мере видно как он цветет и также видно что корни у него есть ну в основном они воздушные и как-то чувствуется что болтается два растения в посаженных вместе как хорошо пахнет очень хорошо пахнет корни хорошие из горшка он выпрыгнул как попало упакован обещан был как алло красный цвет и да вот так он выглядел на картинке я знаю что это орхидея есть у многих мы скажите у кого-нибудь она цвела именно вот так ярко на самом деле цвет темно-бордовые никакой он и не красный но растение мне нравится это гибрид мелтонии на ансидиум и слышала что растет он очень быстро юсситана у меня есть три целлогины это будет четвертое и и я всегда хотела юсситана здесь должно быть растение готовое к цветению блуменсайс как говорится и заплатила за него я 30 долларов не но я не могу где вы видели что целлогина цветет вот в таком размере если кто-то видел напишите мне даже вот интересно такое подозрение что здесь слишком много вот таких мелких бульбочек они несколько здесь сеянцев ли в одном да посмотрите вон она миниатюрная бульба вот у этой самый большой да вот там видно есть новый рост ну такое впечатление что здесь вместе посажены несколько сеянцев вы знаете вот когда их достают из фласки а вон они вот эти фласочные самые мелкие бульбы но совсем микроскопические и здесь три такого размера значит наверное три сеянца вместе больше я у них не заказываю это все дан 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 never again да вот это я разбушевалась ну вот было четыре растения а теперь 5 потому что две недели спустя страсти по улеглись немного и да цветок конечно обалденный хоть он один единственный он еще до конца не раскрылся его лепестки должны быть в одной плоскости а вот это повреждение на лепестках при пересылке губа обалденная он больше похож на засти кайло вот которая и была у нас в клубе приносили один из его родителей за это время я наблюдаю немножко вот здесь стали проклевываться корешки от этого молодого роста вижу два а с этой стороны если приглядеться вот там закладывается почка нового роста рада что у меня есть теперь это растение но все это заказывать я больше не буду отписалась и от них знаете он пахнет молотым перцем черным молотом перцем а больба вот я заметила немножко подсохла потому что мы уезжали на некоторое время и за капиталом и они не любят полностью просыхать они должны оставаться всегда слегка влажными мой алкоглоссом практически не изменился но за исключением вот того обожженного на солнце листочка ли у него листья тоненькие как иголочки и выращивать его нужно по типу как ванда террес вот с такими игольчатыми листьями тоже на ярком солнце вот там видно все таки корешки зеленеют все в порядке видимо я поставила на солнце слишком поторопилась достала растение из посылки и на улицу его надо было адаптировать его потихоньку к солнечным лучам скорее всего пересаживать не буду так и оставлю растения в этой маленькой корзинке вставлены в другой горшочек а вот салагина юситана переехала на новое место жительства вот в такую вьетнамскую корзиночку покупаю их на ebay мне они очень нравятся для целогин за последние две недели почка вот у этой бульбы набухла она была еле-еле заметная две недели назад и как я так и подумала что здесь три самостоятельных сеянца вот эта большая бульба вот это вот вторая второй сеянец и с той стороны совсем недоразвитые бульбы у третьего сеянца вот этот все они развалились на три части когда их пересаживала есть конечно красивые напоминают листья станхопии вот такой цвет говорит о том что им нужно очень яркое солнце но притяненное конечно рассеянное но яркий свет растут они при теплых температурах и в отличие от других целогин юситана не требует зимнего отдыха она растет круглый год и цвести может в любое время года также я видела ее цветение в живую и рада что наконец-то приобрела ее хоть и такую мелкую следующее растение это а бывшая одну теперь два растения мельтанидиум бартли шварц как я и предполагала там было два растения посаженные вместе в один горшок поэтому я разделила эти два растения и посадила разными способами это деленка у меня в обычной классической посадки с корой и у нее два новых роста вот и у этой также два новых роста вот с этой стороны и с другой стороны но посажена она у меня в керамзит такая полу гидропоника когда водичка наливается на дно вот до этой дырочки только подлила мне тут посчастливилось заказать очень большой мешок керамзита и теперь я решила поиграть в гидропонику старые корни я умею там и здесь обрезала потому что они все равно отомрут а вот маленькие новые вот-вот начали проклеиваться они уже будут адаптироваться к этой влажной супер влажной среде а в этом горшке классика жанра кора перлит уголь и на дне дренаж виде камней да то что справа там больше боль в она мощнее растения но будем наблюдать цветочки стали по моему еще темнее но я их и не старалась убить беречь они стояли у меня на улице под дождем это моя посылка последний раз я заказала в сиэтле решила что больше заказывать у них я не буду чаще всего я получаю кота в мешке да еще и разочаровываюсь она мне надо теперь буду ждать посылку от моей подруги из калифорнии она выбирала вживую а мне надо набраться терпения и ждать когда у нас будет выставкой или когда я сама поеду в какую-нибудь теплицу только нету у нас их тут в пенсильвании этих орхотеплиц на этом все дорогие друзья спасибо что были со мной желаю здоровья вам и здоровья вашим растениям пока пока